Привет, друзья! Оставьте лайки, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! Есть такие люди, которым в свидетельстве о рождении забыли дописать. Хронический неудачник. Для них это одновременно и диагноз, и смысл жизни. Мне в жизни попался такой экземпляр. Макс в первые дни казался мне парнем мечты. В меру задумчивый, не отпускает неуместных шуток, умеет поддержать в трудную минуту. Был только один недостаток у него, или даже скорее особенность. Максу хронически не везло. Если в очереди за кофе стояло пять человек, именно на чашке Макса ломалась кофемашина. Если в банкомате заканчивались деньги, то именно тогда, когда Макс собирался снять тысячу нам на кафе. Вначале я даже умилялась, ну такой бедняжка, как котенок, который застрял в вентиляционной трубе. Но со временем неудачи Макса начали меня напрягать. Он трудился в офисе с утра и до вечера, но получал очень скромную зарплату. Все его коллеги хоть и медленно, но верно поднимались по карьерной лестнице. А Макс топтался на месте. Один раз начальник даже вызвал его, чтобы поговорить о повышении. Но потом нанял на эту должность человека с улицы. «Ну что я делаю не так?» – приходил ко мне жаловаться Макс. «С каждым днем он становился все более печальным. Ты все сможешь, вполне искренне», – твердила я. «Как бы там ни было, своего неудачника я любила». Потом он уволился с работы, решил открыть свой бизнес. Вначале хотел торговать настольными играми, но потом родители убедили его остановиться на чем-то более массовом. Так Макс открыл свой бутик нижнего белья. Вначале дела шли довольно неплохо. Клиенток устраивали и цены, и ассортимент, а продавцы были довольны условиями труда. Но в плюс бутик так и не вышел. Хорошо, хоть убытков не было. Через полгода Макс закрыл свое детище. «Я неудачник», – заявил тогда он. «Нам надо расстаться». На такие случаи у меня были заготовлены десятки мотивационных историй. «Любимый, ты же понимаешь, не все сразу приходят к успеху. Твой звездный час еще впереди. Я могла бы поддержать его, как обычно. Но в тот момент я поняла, что устала. Смертельно устала. Сейчас я уйду, а завтра поговорим», – заявила я на прощание. Макс только грустно посмотрел на меня и ничего не сказал. Я была уверена, что поступила правильно. Первые минут двадцать. А потом поняла, что начинает скучать по своему неудачнику. «Да какая разница, какая там зарплата или должность? Да пусть ему не очень везет. Ну и что? Пусть он всю жизнь работает хоть дворником. Пусть в тех городишках, куда мы собираемся на отдых, начинается землетрясение. Пусть в магазине мои любимые шоколадки заканчиваются именно на нас. Главное, что мы будем вместе». Я набрала номер Макса. Он ответил после первого же гудка и сказал, «Я дурак». «И я не лучше», – засмеялась я. «А дуракам лучше держаться вместе». «Согласен», – ответил Макс. «С того дня мы вместе». К слову, мой любимый все-таки поднялся. Макс написал практическое пособие, как стать успешным. И в считанные дни книга стала бестселлером. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Остроумно, странички в Инстаграм и Фейсбук. Ссылки в описании.